В Петербургском православном драматическом театре «Странник» состоялся первый сольный концерт священника Анатолия Першина. На встрече с человеком удивительной судьбы побывала наша съемочная группа. Сейчас отец Анатолий — настоятель храма святого Василия Великого в Осиновой роще, а когда-то он был рок-музыкантом. На свое первое сольное выступление он позвал своих близких друзей — отца Александра Захарова, настоятеля храма царственных стратотерпцев, представители клуба современной поэзии «Отзывы небес», православную певицу Ольгу Брачину, которая поделилась со зрителями не только своими песнями, но и благодарностью за встречу с отцом Анатолием. Хотела поделиться с вами большой радостью о том, что на моем жизненном пути встретился отец Анатолий. Это настолько нужно, настолько важно, и Господь послал отца Анатолия тогда, когда это было особенно. Нужно. Еще в молодости отец Анатолий увлекался сочинением песен и гройной гитаре. В Твери получил музыкальное образование по классу гитары. Свои способности Анатолий тогда оценивал достаточно высоко, и ему, как, впрочем, каждому в юные годы хотелось признания. Но вмешался случай. Анатолий Першин получил травмы, несовместимые с жизнью, пережил клиническую смерть. Господь многое открыл. Я попал на тот свет. И, конечно, я вернулся оттуда уже из клинической смерти другим человеком. Он очнулся на реанимационном столе, и с этого момента началась другая жизнь. И он, и врачи готовились к самому худшему. Анатолий решил попросить совет у своего друга-рокера Юрия Шевчука, который к тому времени уже был глубоко верующим человеком. Он и посоветовал приехать в Фолмогорский район Архангельской области в Антонио-Сийский монастырь. Напутствовал словами «Если умрешь, то с Богом. Выживешь также с Богом». Я стал ходить на мощи преподобного Антонио-Сийского молиться. И вот однажды во время молитвы раздалось благоухание мощей, и произошло чудо из моего исцеления. Владыки Тихого, Архангельского и Холмогорского Анатолий взял благословение на служение и на строительство подворья Антонио-Сийского монастыря в Санкт-Петербурге. Из-под дворья построили храм преподобного Антония-Сийского. Ну и вот вместе со строительством шло моего церковление. Отец Анатолий назвал прошедшие выступления встречи близких друзей. Он рассказал, что подобные вечера будут проходить все чаще в северной столице. Из-под душа моя плачет, преподобник, видишь, путь начат.